Всем привет! Вы слышите Алексея Халецкого, и я хочу с вами поговорить о логике действий игроков в FFA играх. Для тех, кому FFA непонятно что такое, хотя я удивлен, почему вы тогда смотрите мой канал, FFA это Free For All расшифровывается, и это такие игры, в которых несколько участников, и каждый играет на свою победу. Это не дуэль, не командная, где только две стороны противостояния есть. И сейчас чаще всего в шестой Циви играют на восьмерых, а в пятой на шестерых. Ну, просто потому что это наиболее стабильные игры. Хотя бывают и на 10 даже, но это не будем разбирать. Так вот, я специально перед тем, как записать это видео, выложил в FFA сериал, где я играл за Японию. Надеюсь, вы его посмотрели, потому что я буду периодически к нему апеллировать. И там произошла такая ситуация. Один из игроков, давайте его условно назовем арабом, напал на другого игрока, условно назовем его голландцем. У голландца был незащищен поселенец. Араб поселенца захватил, удалил. И после этого еще долго воевал с голландцем. Многие в комментариях поддерживали араба. Писали, какой он молодец, что действует не так, как все обычно играют. Вот, например, Арчибус Арчибасова такой комментарий написал. Араб внес адреналин в ваши скучные, запланированные, отрепетированные, вечно повторяющиеся, заранее известные FFA. Так держать. Пускай будет разнообразие. У голландца подгорело от нестандартной игры араба. Он-то думал, что встал на рельсы, а тут тупик. И я понимаю, что многие зрители, ну я, наверное, неправильно говорю, не многие, но некоторые зрители, да и игроки, видимо, тоже не всегда понимают логику событий в FFA-играх. По моему мнению, пошаговые стратегии на несколько человек, они уникальны. Я вообще не знаю больше ни одной игры, которой было бы так интересно нескольким людям играть только на свою победу, при этом общаться между собой. Тут идея в том, что начальные условия у всех игроков FFA не одинаковы. У кого-то место лучше, у кого-то хуже, у кого-то больше места для расселения, у кого-то меньше. Это касается абсолютно всех игры. Шестой, целый, пятый и Endless Legend, Endless Space и Beyond Earth. Любых пошаговых 4x стратегий. И вот дипломатия помогает нам нивелировать плохие стартовые места. Вы можете либо договориться с соседом о чем-то, либо договориться с другим участником распилить ближайшего соседа. Но главной мыслью, которой вы должны руководствоваться в течение игры, это то, что вы должны победить. Именно вы. То есть все ваши действия должны быть направлены только на вашу победу. Потому что если вы хотите помочь какому-то другому участнику побеждать, то идите лучше играйте в командные игры. Если вы хотите повоевать в Циве, вам нравятся именно вот эти военные действия, тактика, то идите играть в дуэли. ФФА же это комплекс всех возможностей. Мне нравятся и дуэли, и командные игры под настроение. Но ФФА это сборник вообще всех возможных развитий событий, которые могут быть в пошаговой стратегии. Сначала вы развиваетесь, вы свою империю взращиваете, ставите города. Это то самое строительство домиков. Потом у вас начинаются терки с соседом, начинаются войны. Вот вам и война. Вы ищите себе союзников, вступаете с ним в союз. Вот относительно командная игра. Вы с соседом распиливаете третьего соседа. Тут у вас уже с вашим бывшим союзником начинаются терки. И вот командная игра закончилась, опять начались военные действия. Потом вы договорились о чем-то, но друг на друга остались держать зуб. Уже не доверяете друг другу, но продолжаете строить домики. Такая холодная война. В этом и интерес ФФА игр. Вы общаетесь, вы воюете, вы развиваетесь. Здесь может быть абсолютно все. А вот проблемы начинаются, когда один из игроков, или даже несколько игроков, играют не на свою победу, а поразвлекаться, повоевать. Я сюда пришел чисто повоевать. Вот мне хочется, чтобы в этом ФФА я буду только воевать. Ну окей, замечательно. Ты решил себя так развлечь. Но ты это делаешь за счет других семерых или пятерых участников игры. Потому что, если ты только воюешь, то ты уже победить не сможешь. Нету таких примеров игр, когда человек полностью, воюя от начала до конца, побеждал. Это еще возможно в ФФА на четверых, может быть. Просто потому, что там малая часть. Но, как только становится больше человек, игрок, постоянно воюющий, выключает себя из гонки за победу. Потому что он, начиная через некоторое время, существенно отставать от тех, кто развивался. А также выключает из гонки на победу тех, с кем он воюет. Потому что ФФА это всегда противовесы из нескольких игроков. Ты хочешь напасть на соседа, а другой твой сосед тебе это не дает сделать. Говорит, нападешь на него, я на тебя нападу. И ты понимаешь, что ты войну с двумя уже можешь не потянуть. Тогда начинаешь других союзников себе искать. А теперь представьте, что я не слушаю никого. Нападаю на своего ближайшего соседа. Меня пилят. Эти двое за мой счет усиливаются. И получается, что я нарушил равновесие, усилив двух соперников. В то время, как у остальных участников на карте нет возможности для усиления. Просто потому, что мне захотелось повоевать. И я не взвесил все за и против. Ну, понятно, что я сейчас описал на самом деле ошибку игрока. Потому что я подумал, что я смогу двоих с двоими повоевать. Не получилось. Проиграл. Это просто игровая ошибка. Каждый игрок имеет право на ошибку. В этом и интерес партии. Кто-то играет лучше, кто-то хуже. И тут надо заметить, что война, в принципе, может помочь в развитии вашего государства. Это, собственно, два пути для развития в Циве. Либо ты ставишь города и их развиваешь. Либо захватываешь развитые города соперник. Особенно в шестой цивилизации. Если ты можешь захватить ближайшего соседа, у которого уже построены районы в городах. То это иногда даже выгоднее, чем развивать собственные города. Но тут надо учитывать сразу несколько факторов. Во-первых, этот сосед должен быть рядом с вами. Не как было в той игре, где араб нападал на голландца через 11 клеток. То есть он строит армию и 11 клеток идет к городам голландца, сразу понимая, что он эти города удержать не может. Потому что в шестой цивилизации есть замечательный параметр лояльность, который, по-моему, отлично придуман в Фераксис и заставляет игроков думать, прежде чем просто нападать. И у нас получилось, что араб напал на голландца, захватил его город и просто сжег. То есть это нападение ради нападения. При этом в тот момент у голландца не были построены никакие районы вообще. Вы можете сказать, ну, подожди, так это может уничтожение ближайшего соседа тогда, чтобы он не мешался? Там вот были комментарии к видео в плане того, надо удалять сильного соседа на ранней стадии игры. Или ему надо ждать, когда голландец окрепнет и будет диктовать свои условия. Это правильное, в принципе, замечание. Но оно подразумевает словосочетание «если бы», конструкцию «если бы». То есть если бы голландец стал сильным, он тогда бы диктовал свои условия, а ведь он мог и не стать сильным. И логика уничтожения соседа, который, возможно, станет сильным за счет ослабления себя, потому что когда вы строите армию, вы не развиваете свои города, и вам надо компенсировать это, захватив города соперник. Но в нашем случае араб не захватывал города, а уничтожал их. То есть араб ослабил себя, построив армию, потом пришел и ослабил голландца, захватив и уничтожив его города. То есть человек своими действиями из ФФА на восьмерых двоих игроков просто убрал на ровном месте. Ничего не предвещало такого исхода, потому что и у араба, и у голландца были места, где расселяться. Между ними большое расстояние. И эта война просто усилила соседей вот этих двух игроков. За счет этого соседи стали себя чувствовать намного увереннее, развились намного лучше, чем все остальные, у которых были сильные соседи, и которым приходилось думать об армии, и игра закончилась намного быстрее. По-хорошему, идеальный ФФА, когда до последнего хода у каждого участника есть шансы на победу. Такое, конечно, очень редко бывает, но хотя бы у нескольких участников. Не у одного-двух, а у нескольких участников. Когда игра заканчивается на половине запланированных ходов, это явно кто-то что-то делал не так. Вы меня спросите, так что, вообще никогда что ли не нападать на соседа? Нет, естественно, есть множество случаев, когда нападение все-таки необходимо, и даже раннее нападение. Например, когда у вас нету территории для расселения. Тогда нечего поделать, приходится на ближайшего соседа нападать. Другой вариант, например, вы находитесь в центре карты, ну, представьте, мы играем на панге и на восьмерых, явно четверо игроков где-то будет посередине и четверо по краям. Тогда очень неплохо напасть на какого-нибудь соперника, который находится с краю, чтобы как минимум одного соседа у себя убрать. Естественно, перед этим, заключив там со всеми дружбу, кроме этого соседа, и понятно, что он должен быть рядом. Но опять же, и когда вы нападаете, и когда на вас нападают, вы должны понимать, что долгая война не выгодна никому. И в определенный момент, если вы чувствуете, что вы не захватываете человек, полностью не захватываете, если вы захватили один город и встали, не заключать с ним мир, то есть, я же у тебя город захватил, давай еще 20 ходов воевать дальше. Это не очень выгодно. Да, если вы при этом не строите армию, а в своих городах развиваетесь, тогда да. Я напоминаю, что еще в шестой цивилизации есть такое понятие, как усталость от войны. То есть, если вы воюете и не теряете армию, не теряете юниты, то в принципе никто вам не говорит, что надо заключать мир, потому что таким образом вы мало что теряете. А для некоторых наций, например, для Горга из шестой цивы, или для ацтеков из пятой цивы, война может быть даже поводом к развитию. То есть, им не обязательно даже города захватывать, можно просто какие-то юниты убивать и получать кучу культуры. Почему нет? Это тоже логично. Никто вам не говорит, не воюйте. Но вы должны понимать, что вы находитесь в игре с несколькими участниками, где не только вы один. И если вы перестаете руководствоваться логикой игры на свою победу, то вы начинаете портить игру всем остальным участникам. Я помню, периодически этот случай вспоминаю, как в пятой циве в одном из ФФА участник решил отыгрывать роль варвара. То есть, у него город был с населением в единицу, он там постоянно строил только дуболомов и посылал их к соседям. И сказал он, ну мне вот так весело, я вот так решил поиграть. А то, что он при этом усилил своего соседа, у которого, получается, нормального соседа не оказалось, и у него была возможность просто спокойно развиваться, как ему хочется, потому что отбиваться от дуболомов, в этом нет ничего сложного. Это его как бы не волновало. Он зато отыграл роль варвара, а мы потратили несколько часов в своей жизни без шансов на победу, потому что человек решил вот так поразвлекаться. Тут нельзя не упомянуть, конечно же, упорки, так называемые. Это когда, ну там, условная Америка нападает на условную Россию, Американцу не получается Россию забрать. Американец говорит, ну ладно, давай мир. А русский говорит, нет, все, ты меня заставил тут апнуться в армию, значит, мы с тобой будем воевать до конца. И, хопа, два игрока до конца игры сидят и воюют. А их соседи в это время, естественно, радостно развиваются и побеждают. Конечно, никому неприятно, когда на тебя нападают, но если ты не проиграл эту битву, если тебя не захватили, то надо договариваться о мире, иначе это проигрыш и тебе, и твоему сопернику. Хорошие, сильные игроки не просто в таких ситуациях договариваются о мире, но еще и союз заключают, а так как у них есть армия, то они идут другого соседа при этом захватывать, потому что они все-таки из-за войны кое-что потеряли. Надо это компенсировать. И уж вдвоем на третьего напасть, это милое дело. Но, к сожалению, многие-многие русскоязычные участники комьюнити не в состоянии договариваться, они просто пришли сольно поиграть в FIFA игре. То есть они хотят в игре делать только то, что им хочется. Если, например, вы на них напали, что-то вы нарушили их планы, значит все. На этом игре игра закончилась. Они не могут подстраиваться под изменяющиеся положения на карте, они не могут придумать себе другой план и портят всю партию своим вот этим упорным нежеланием помириться. Как понять, что у вас война встала? Да тем, что вы дальше не продвигаетесь и при этом теряете юнит, что у вас в городах минус по несчастью наступил и так далее. И при этом нету ничего страшного отдать вашему сопернику его захваченный город. Потому что в шестой циве, я сейчас про шестую говорю, если вы не помиритесь, то захваченные города вам просто ничего не будут давать, никакой прибыли. И естественно, игрок, у которого вы город захватили, вряд ли согласится на мир с вами, с условием передачи ему города. Поэтому если вы нападаете на кого-то, это уже должно быть нападение, которое игрока полностью захватывает. Ну или там большую часть хотя бы до столицы. Потому что вряд ли уже игрок оправится, когда у него захватят столицу и сможет что-то противопоставить в будущем. Да, такие войны могут и долго продолжаться. Главное, что вы при этом не будете терять свои юниты и двигаться дальше по научному дереву, апгрейдить их и более новыми юнитами уже дозахватывать игрока. Все равно эта война вас усилит. Если же война обоих участников выключает из партии, то эта война была неправильна. Тут либо нападающий неправ в том, что не рассчитал свои силы, либо защищающийся неправ в том, что не хочет мириться. Еще отмечу вот такой аргумент подобных странных действий. Я играю по фану. Я просто по фаниться пришел, да, по веселью. Знаете, такое ощущение, что все остальные пришли как на работу в цикл. И вот только один человек пришел по фаниться, а ему что-то не дают, говорят, что ты неадекватно действуешь и так далее. Да потому что, повторюсь, подобные действия уничтожают качество партии для всех остальных игроков. Если вам хочется поразвлекаться и позаниматься всяким странным трэшем, делайте это с компьютерными соперниками. Что вам мешает? Или вам хочется потратить время именно живых людей? Это знаете, как на свадьбе напиться и навалить кучу на свадебный стол. У тебя будут спрашивать, зачем ты это сделал, а ты скажешь, ну, по фану, весело же. А кому-то не весело это будет. Найдется несколько таких странных людей, которым вот не смешно видеть кучу на свадебном столе. То есть, если вы садитесь играть с живыми людьми, то вы с ними в равных условиях. Обговорите тогда этот момент, скажите, а давайте вот эту партию мы какую-нибудь дебильно проведем. Давайте каждый там может делать вообще просто всякие несуразности. Например, вообще не ставить города поселом, а прийти дуболомами и поселом воевать. И кто останется последним, тот и победил. Пожалуйста, никто не мешает вам об этом договориться. Но если вы садитесь играть в реальную FIFA игру и хотите развлекать только себя, наплевав на соперников, то вы испортите им партию и себе, и при этом потратив кучу времени. Я знаю, что в тех же мобах, там, в Dota, в League of Legends тоже бывают всякие неадекваты, которые портят сокомандникам партию. Сидят в АФК, например, или в каких-нибудь шутерах начинают по своим стрелять, по приколу. Ну, на них репорты идут, они идут в банлист, но факт, что они какую-то игру испортят. Но это же происходило буквально в течение десятков минут. Это не на несколько часов партии. Тем более, ты начинаешь играть, например, на одной части карты, а неадекватный игрок находится на другой части, и ты узнаешь, что он себя странно вел только через часа 3-4 живого времени. И ты уже ничего не можешь сделать. То есть, просто 4 часа куда-то улетучилось. Я понимаю зрители, которые пишут, что вот, свежий воздух. Так, может, вам всё-таки дуэльки делать? Вам дуэльки показывать? И будут сплошные битвы? Никто не будет сидеть и развиваться. Но ФФА — это совокупность и дуэлей, и командной игры, и развития, и войны. Побеждает только тот, кто это всё делает на должном уровне. Надеюсь, я смог донести идею того, как следует вести себя в ФФА играх и до зрителей, и в первую очередь до игроков. Потому что, когда все играют на свою победу и стараются победить, тогда игра получается действительно интересной. И неважно, сам ты победил или кто-то другой. Ты ощущаешь, что ты был внутри коллективного творчества. Каждый участник партии постарался, чтобы она стала интересной. И после таких игр, даже если не побеждаешь, остаётся ощущение удовлетворённости. Вот как будто ты создал что-то. В таких же играх, вот как той, где я играл за Японию, несмотря на результат, никакой радости нету. Потому что нету ощущения, что ты этого добился, что остальные игроки тоже действовали хорошо. Поэтому, ребят, старайтесь в умных играх действовать умно. Ещё есть игроки, которые, знаете, на каком-то определённом этапе партии решают, что им уже ничего не светит. И они начинают либо гадить остальным игрокам, либо, наоборот, помогать лидеру, чтобы партия быстрее закончилась. Ну, во-первых, частенько я вижу, что это происходит в тот момент, когда у игроков реально ещё есть шансы. Им просто в какой-то момент показалось, что чё-то не пошла игра, у них там плохое место, ещё что-то. И они даже не стараются что-то придумать, что-то сделать. Опять же, возникает вопрос, зачем ты сел играть с людьми? Это поведение игрока с компьютером. Это в тот момент, когда у тебя не получается игра, ты можешь просто загрузить сейв, выключить и пойти заниматься своими делами. Всегда надо стараться искать возможности для победы. Стравливать двух сильных игроков друг с другом, чтобы они воевали, а в это время ты развивался. Но точно не выключаться из борьбы, потому что это то же самое, что и предыдущий случай, который я описал. То есть, один из игроков выключается, значит, у его соседей появляются бонусы, которые действуют на всю партию. То есть, вы даёте другим игрокам незаслуженное улучшение. Они могут вас захватить слишком просто. Знаете, некоторые ещё армию удаляют. Либо просто не опасаться от вас нападения. И на одной части карты игроки стараются конкурируют друг с другом, а на другой вот есть такой парень, который решил, что у него уже с него хватит на сегодня. Да, на вас могут напасть так, что вам уже действительно не светит никакая победа. Ну так сопротивляйтесь. Сопротивляйтесь тому игроку, который на вас напал, чтобы у него не всё так сладко в жизни было. Потому что ФФА это с одной стороны вы против всех, но при этом вы ещё и за всех. То есть, вы всем игрокам должны помогать не проиграть, чтобы они не проиграли. А вот выиграть вы должны помогать только себе. Наверное, ещё стоит упомянуть тех, кто зачем-то помогает лидеру партии. Ну, это скорее уже просто плохая игра. То есть, человек не всегда понимает, что в игре вообще происходит. Не всегда догадывается, кто вообще лидер в игре. У кого какие показатели. Да, это бывает. Ну, я всё-таки должен это проговорить. Не помогайте лидерам. Например, перекупайте их города-государства. То есть, если у вас... Ну, понятно, что вы играете исходя из своей стратегии. Но если у вас есть выбор между двумя одинаковыми городами-государствами, то лучше перекупить тот, который сейчас вассал лидера этой игры. Не стоит с лидером торговать ресурсами роскоши. Ну и так далее, и так далее, и так далее. Желательно, конечно, не быть с ним в союзе, но тут уже сложно что-то рекомендовать, потому что всё-таки союзы скорее зависят от места расположения на карте. Что поделать, если вам больше некуда посылать караван? Ну, в общем, я тут много наговорил, но самая главная логика – это действовать на свою победу и уважать время соперников, с которыми вы играете. Вот и всё, тогда будут интересные партии, будет что вспомнить и будет что посмотреть. На этом всё. Ваши возражения, конечно же, жду в комментариях. Всем пока. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своём экране. Играйте в умные игры и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok